Это правда, я видел Вначале до 19 договорились А потом все было изменено и решено на 20 вполне себе официально Да как бы там и на 20 было, наверное Да Я по пути Иона пошел Как было назначено время, так и пришел Не, 20 я писал, что уже точно смогу Типа край времени запуска 20 часов Так или иначе мы добрались до этого замечательного места Значит можем потихонечку врываться И вспоминать, что у нас было аж 2 недели назад на самом деле Одну неделю мы пропустили, будем наверстывать Будем в ускоренном темпе собирать донаты Спасибо большое господину Саркуше за 500 с покрытием комиссии И, соответственно, квик рекап прошлого эпизода На самом деле достаточно он маленький Вы избили двух братков Мужчину и женщину Они попытались от вас сбежать У них ничего не получилось И вы, собственно... А, и Пинки сделала... Зачем мы это делали? Сделала из... Мы героически защитили Мадориса, которого пытались похитить А, точно А, и Пинки из-за шкуры одной из нападавших сделала себе пальто, накидку, что-то вот-то плед, что-то вот такое Уточнение, она была гербульфом, она была в форме волка Такого литоволка, когда я это делал Да, этого... И накидку я еще не делал, я просто шерсток Это полностью меняет физически Это меняет дело Да, абсолютно Итак, в общем-то на этом вся история закончилась Вы сражались с ними усиленно, уверенно, на протяжении доброй половины дня Поэтому сейчас напомню, что вы находитесь на перепуте Где-то в паре верст от города Маджутс В направлении таинственных меток, которые вы нашли на карте Которой обеспечил вас господин Эра И вот вы на половине пути На некой... Не сказать проселочной, но такая Не очень уже городская дорога Поблизости Неких особо строений Никаких домов И около того Небольшой лесок, может быть, имеется Так или иначе Вы сейчас... В шестером Да, все в шестером После битвы Не отдыхавшие Мы остановили Наше выступление вчерашнее На том, что вы просто Решали что-то делать Так закопаем эти волки Да, на сто процентов Нафиг Нужно, чтобы здесь гигантские волки Лежали посреди дороги Слишком много внимания Они к себе привлекают Что ж, вы единогласно решили закопать волков Возражение не поступило В таком случае Вы благополучно находите подходящее место И... Насколько вы хотите спрятать могилы? Очень хорошо Очень хорошо Тогда Получается два человека А прокиньте Стелс А не природу? Давайте, наверное, знаете Сурвайвл Сурвайвл Прокиньте Это... Ну да, что-то такое надо было Вот Сурвайвл И с преимуществом Соответственно Вы будете копать все в шестером Условно говоря Но прокидывают двое Но с преимуществом Вот так вот Сурвайвл Вот Два человека И с преимуществом Конечно А кто-то еще хочет? Нет, нет Один, наверное, нет Ой-ой-ой-ой-ой Там единички Ну, начинаем Ну, нормально Хорошо, хорошо Итак У нас уже, да Два Диаметрально противоположных результата Декарт Недолго думает Когда ему сказали Что надо брать Лопату и копать Он взял Лопату и выкопал Откопал Все сложил Закопал Делал это быстро Уверенно на автомате Но На ферме Да Его не учили делать Прям, ну, аккуратная могила Его учили копать Я поставил Прям огромный крест Да Да Еще это помолился Естественно Перекрестился Потом я, короче Сел возле этого креста Вот так И перевернул его Шпан Буквой Икс Ну, у меня-то опыт Работы Прикрами Тем временем Пока все Отвлекались На то, как Работает Шумно Со скрипом До спехов Да, Амкаса Без каких-либо проблем Там где-то Шуршал На противоположной Стороне поляны И вы Оглянувшись Не видите Вообще ничего Как будто Здесь Только что Не копали Яму Глубиной Там Пару метров Каким-то образом Отец Амкаса Сделал так Что Могила Максимально Незаметная И даже вы Своим пристальным взглядом Не можете отличить Ее от Привычного Покрова земли Ну, отец Амкаса Ювелир Как долго у нас Это заняло Ну, типа Наступил ли вечер Или в какое Сейчас состояние Да Вы занимались Этим как раз До вечера Вот у вас День подходит К концу И вам пора Готовить лагерь Как-то останавливаться Отдохнуть Слушайте, а как вы считаете Не помешало бы Да И Ксении Спасибо тоже большое За 500 Как вы вообще считаете Нам стоит здесь Прямо лагерь разбивать Или чуть Пройти еще пару часиков Скажем так И Там разбить Ну, мне кажется Отойти А то как бы Одну могилу Это видно все еще Ты боишься Что мы прямо на могиле Случайно Непонятно где Могиле Да нет, ну мало ли Мы можем разбить Лагерь прямо на могиле Чтобы ее не было видно А у нас так, да Получилось Что как бы Одна Да, другая Нет Одна Прям видно Она прям С холмиком Таким небольшим Протоптана Да Здравствуйте Хорус Малис Пройти дальше В лес Звучит как хорошая идея Но в любом случае Внимание Нежелательно Короче Можем Лагерь разбить Прямо на плохо Сорганизованные Могилки Типа Одну и так Не видно А которым Прикроем Своими Мощными Своими телами Богдан Вообще Меня не слушает Пинки Никого Не слушает Привет Привет Богдан Ну что Решается Господа Что мы делаем Сейчас Давайте Подождем Розею На могиле Не такая Плохая На трупе Не такая Плохая Идея Ну Хуй Знаю Нет Ну ты Жего Не поднимать Собрался В самом Дею И Пинки Такая Неуважение Какое К Мертвому Так Они Мертвые Типа Будет Мертвее Не Станут Unless Типа Я Не знаю Чего Вы Паритесь Типа Когда Человек Утеряют Душка Уходит А Тело Это 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 Земля Это Можно Можно Делать Что Хочется Пошли Пошли Маневры Маневры Пошли Ладно Давайте Тогда Здесь Разобьем И Пофиг Как Хотите Отлично Вы Разбивается Лагерь Используя Центр Могилу В качестве Центра И Вокруг Этой Могилки Вывезде Хороводы Через Костер Прыгаются Чем Там Еще Нынче Занимаются Будете Либо Как-то Маскировать Лагерь Да Конечно В таком Случа Я попрошу Вас Еще Раз Сурвайвл Также С Адвентеджем В этот раз Один Человек Кто Хочет Попытать Своё Счастье В Укрытии Лагеря Готовы К Единичке Самая большая Сурвайвл У меня Единичка Была Олег Так что Сейчас Давайте Ребята Единичечка Сырваем Сим Он Нихуя Сим Брак Единичку Достойно Достойно Единичка Есть Одна И Семерочка Есть Оценим Ситуацию Там Примерившись К деревьям Каким-то Ты Потихоньку Там Где-то Ветками Подкидал Что-то Где-то Полено Перенес В общем Пару Лиан Набросал И в итоге Лагерь Достаточно Незаметен Со стороны Дороги Замечательно Это как бы Как Чабан В Якудзи Типа Молотком По столу Постучал Да-да-да-да-да И вот Лагерь Змаскированный Да Таким образом Вы Потихонечку Отходите Ко сну Те кто Из вас Может Спать Так или Иначе После Увиденного После Увиденного Все верно И Соответственно Идете Отдыхать Давайте я заранее Сразу Прожму кнопку Чтобы отдохнули Все молодцы Так Это у нас Оно Оно Я молчу Я до сих пор Шоке То есть мы Мы Только Ушли Значит Туда Убили Двух людей Фактически Обезглавили Освежевали Одного Из этих Ну Все Не совсем Так Во-первых Вопрос Как бы Ну В какой Мы Победили Двух злодеев Которые Пытались Похитить Модорис Правда Мы Защитили Модорис И победили Злодеев Ну В процессе Ну Получилось Так Что Ну Не спросить Их Ни о чем Уважаемый Судья Как же Так Получилось Рука Дернулась Я думал Мы еще И лица Начали Но еще И Как там Не только По своему Хотению Но еще И по Щучьему Велению Уважаемый Судья У нас Некромант Считает Что Души Отвязываются От тела В ту секунду Когда Какое-то HP Опускается До нуля Итак Ночь Смеркалась Птички Поют Отдыхают Отец Мкаса Пинки Декарт Модорис Вы все Спокойненько Посапываете Розея И Вин Сидят На стреме Отдыхают Под разным частям Лагеря Занимаются Своими делами Медитируют И Вот Нас Розе Еще На всякий Случай Подошла Чтобы Наверняка Замечательно Вот И Извиняем Розе Ведем в курс Дела Вы разбили Лагерь Вокруг Заметные Могилы Но В итоге Вин Смог Замаскировать Сам Лагерь Хорошо Вот так И все Легли спать Мы Замаскировали Могилу Технически Вы Замаскировали Могилу Итак Под лагерь Под лагерь Гениально Могилу В яйце Яйцо Все так Все так Вин Ты потихоньку Сидишь Там Вспоминаешь Былые Свои Подвиги Сетуешь На то Что Нет поблизости Бара Из Контрабандистского Логова За которым Было очень удобно Коротать Ночи И В этот момент Естественно Замечаешь Появляется бар Появляется бар Да Но нет Замечаешь Некую Некую Рябь На воздухе Перед тобой Уже хорошо Мне знакомую Уже Хорошо Тебя знакомую Ты видишь Твоего Твоего проводника Скажем так Он Нечеткий Очертания Размыты Вот это все Он Он Так Немножко Укризен На тебя Смотрит Ты Понимаешь Что Скорее Всего Чем Дальше Вы Отмажутся Тем Тяжелее Ему Проводить Сеансы Но Тем Не Менее Он Снова Показывает На твою Книгу И Показывает На часы Как Бы Замянуя О том Что Можно Попытаться Открыть Ее Еще Раз Прежде чем Ее Открыть А он же Как бы Все равно Меня Слышит Правильно Понимаю Да Иначе Он тебя Слышит Пропускные Способности Так сказать Уважаемый Сэр Я понимаю Причину Скорее всего Укоризненного Взгляда Но Впредь Поскольку Соглашение В том Или ином Смысле Было Соблюдено Я бы Предпочел Если бы Мы избежали Сюрприза В виде Называний Имен Всякого Рода Загадочными Ассасинами И вот Этого Всего Ну Знаете На всякий Случай И Тянусь За книги Ага Так Че Я не умею Я не умею Он Кивает Тебе Головой В Отрицании И Дает Понять Что Если Ты Говоришь Про Ассасинов Которые Нападали На Мадориса Он К ним Не Причастен Ага Отлично Это Интересно Это Интересная Информация Ладно Тянусь За книгой Пока Так Не Не Мы Реально Герои Ребят Ну Это Вы Еще Не Знаете Но я Вообще У меня Осознание Что Мы Герои Вы Еще Не Знаете Но Мы Герои Итак Ну Откуда Тогда Они Знают Мое Имя Окей Я Тянусь За Книгой И Открываю Открываю Книгу Оттуда Изтуда Извергаю Извергая Грудь Небольшая Груда Камней Ну Как будто Выплески Не заваливает Но нет Это небольшая Камешки Просто Как будто Знаете Вот Подруги ехали, и там откинуло с проезжей части колесом, щебёночка так, вылетело, и тебя вновь засасывают внутрь. Так, последний у нас encounter. Здесь был около спуска в пещеру. Всё верно. Примерно там же вернулся, или нужно вновь как-то искать путь? Сейчас я тебя веду в курс дела, но перед этим уважаемый Мандорис, пожалуйста, прокиньте мне стелс. Вот мы сейчас прокинем. Единичечку сюда. Вот они все, все единицы собрались в эту двадцатку. Итак, господин Мандорис, ты как будто на это мгновение встал, стал бесплотным. Ты спокойно встал со своего ночлега, осмотрел окружающих тебя компаньонов, кивнул им, вышел из палатки, осторожный, естественно, да, потихоньку, чтобы тебя никто не заметил, посмотрел в сторону розеи. Розея там занималась чем-то своим, учила новой мелодии для флейта, там вот это все. И в этот момент ты застаешь исчезновение вина. буквально исчезновение. Ты видишь, как вин есть, его втягивают в книгу, и книга захлопывается, остается только она, и если я правильно тебя понял, ты берешь книгу и уходишь из лагеря. Абсолютно верно, абсолютно. Замечательно. Что ж, никто этого не заметил, никто не проснулся. Мадори совершенно безнаказанным, беззамеченным подбирает книгу и отделяется на некоторое расстояние от лагеря. Ты хочешь прямо отправиться в противоположную сторону или все же остановиться на каком-то моменте? Я могу понять примерно каким курсом они отправятся после пробуждения. Это сложно сказать. Скорее всего, если они решат продолжать двигаться, то есть они пойдут отмажутся, если они продолжат идти на метке. Если они... Два человека пропало. Ну, да, у них пропадет два человека, и возможно они пойдут в каком-то другом направлении. Тут сложно решиться и решение только на тебя. Так, а я вижу в относительной близости, ну, близости взгляда, может быть, где-то в рейвне горизонта, что-нибудь типа горы или какого-нибудь высокого раскидистого дерева, что-нибудь такое. Инсайт мне, пожалуйста. Или, знаешь, давай лучше... Давай инсайт. Давай инсайт, подойдет. холмик, есть пара холмиков, где-то на горизонте есть пара деревьев. Подходят они или нет, сложно оценить, но вроде как да. В целом, в зависимости от цели, может, подойдет. Давай, наверное, холмик, все-таки. Все-таки холмик. Мне кажется, это будет надежнее. Хорошо. Таким образом, ты отдаляешься, пока ребята спят с книгой-подмышкой. Ты занимаешь... условно, лагерь у меня остается... В поле зрения. В поле зрения, да. Угу. Хорошо. Ну, это отошел в кустике почитать вот это. Да, да, да. В кустике почитать. Зналы? Да, да, он потом будет открывать, потом вырвать потом из этой книги и... Вешать у себя в палатке вот этих женщин. Там еще страница, в которую засосала коллега Викторовича, будет слеплена, поэтому он не выберется никогда из книжек. Итак, ты благополучно добираешься до холмика и остаешься ждать. Потихоньку так, ну, додремывая. Падать, падать, ждем. Значит, что у меня есть? Так, рюкзак, матрас, рационы. Рюкзак, матрас. Тиндер бокс, это что такое, я забыл? Тиндер бокс? Нет, ну, типа, с огнивом, зажигалка. А, с огнивом? А, или спички даже, да. Зажигалка. Какая-то штука называется... Мне казалось, это мэчбокс это было бы. Ну, тиндер, это огнива, наверное. Ну, да, огнива, только как там по-другому называется, Трудница. нет, это приложение, куда сладко, что ли? Да, ветки или доски. Он открывает, и там, типа, карточки сделает. Итак, Пинки, мы тебя поняли. Мандорис, доски? Ну, доски или ветки, какие-нибудь выглядящие, достаточно крепкие. Ну, ты можешь собрать какие-то крепкие ветки, я думаю, в округе, с деревьев, да? Окей, тогда, значит, из этих веток и имеющихся у меня веревок, их вроде бы достаточно, я хочу вокруг этой книги сделать что-то типа такой импровизированной мягкой клетки размером либо ровно, либо чуть-чуть меньше, чем, собственно, господин Вин. Чуть-чуть меньше, чем господин Вин. Клетки. Но чтобы книга, ну, положить ее так, чтобы книга могла открыться при этом. Давай тогда survival еще раз. Survival. Ну, у тебя получается собрать некое подобие клетки действительно из веток таким образом, что оказавшийся внутри человек, ему потребуется усилие, чтобы освободиться из нее. Тебя это устраивает? Да, ну, и в принципе, я занимаю какое-то такое положение, чтобы не торчать там посреди холма, как Тритополь на Плющихе и не палить с первому встречному. И, собственно, да, ожидаю, чем завершится эта эпопея с книжицей. Замечательно. Итак, Вин, ты, естественно, уже отправился в приключения, ты оказываешься в неком туннеле. Это частично естественный туннель, но расширенный. Расширенный некими такими базовыми инструментами. у меня туннель. Можно и так сказать. Каменные гиганты там постарались. Собственно, то, на чем остановились в прошлый раз в этом энкаунтере, это был спуск в шахту. Прикинув, сложив один плюс один, ты предполагаешь, что это низ этой шахты. Виднеется пароход в обратную часть, где можно подняться наверх и путь вперед, где пока ничего особо не видно, только благодаря своему зрению ты можешь понять, что туда можно куда-то пройти вперед. микрофон не слышно. Класс. Пройти туда я однозначно хотел бы, но на всякий случай сделать это скрытно. В таком случае стелс. Замечательно. Так ты сливаешься с тенями и по краешку стеночки тихонечко продвигаешься в направлении углубления. В центр горы. Куда-то туда. Двигаешься по возможности и с продвижением вперед и понимаешь, что становится все теплее, теплее, теплее. это буквально путешествие к центру земли. Путешествие к центру земли все именно так. Очень маленькое только. Да. Ты очень большая снила. К такому да. Собственно двигаясь дальше, давай посмотрим. прокинь мне пожалуйста ловкость рук. Так, двигаясь потихонечку около стеночки ты находишь внезапно для себя одну из ловушек. и попытавшись от нее вернуться, как-то рукой что-то от себя отбросить, тебе эту самую руку немножечко разрезает лезвием. Отрубает. Не отрубает пока, нормально. Как в трейлере новый дьявол где-то в руках. кто-нибудь играет в нее в лути я поиграла месяц мне стало так скучно четвертый или четвертый ну вот последний да так все и говорили что итак ты немножко немножко поцарапался ловушку понимаешь что теперь нужно быть осторожнее и двигаясь вперед уже посматриваешь в направлении ловушек каких-то и благополучно доходишь до более обширного зала ну его можно назвать залом скорее это тоже естественный грот внутри горы и по краям видишь уже находящиеся вот это точно искусственные двери которые куда-то ведут двери несколько сезала ты пришел со стороны никак не закрытого проема и перед тобой есть скажем пять дверей по разным частям этого грота так можно ли как-то по каким-то признакам понятно что темновато и видимо светлее стало светлее пока не стало ты ориентируешься исключительно на darkvision но вот благодаря darkvision как-то можно ли увидеть на земле каким из проходов пользовались чаще или в последнее время ну так давай inside тогда хорошо ты присмотрелся но кажется ими всеми пользовались так или иначе хорошо пять штук собственно да как тебе четыре по бокам слева и справа и одна напротив грубо говоря вот так ну да ну давайте в центральную почему бы нет пробую подойти к центральной двери и открыть ее да пробуешь подойти к центральной двери открыть ее но она заперта хорошо сейчас я проверю кое чем а thieves tools подразумевает же да что я могу вскрывать замки наличие да да а я вижу вообще что-нибудь что помог ну что можно вскрыть да у двери определенно присутствует замок я бы хотел попробовать его вскрыть в таком случае нужно будет sleight of hand провернуть еще раз хорошо все эти дни месяцы рядом с самым опытным из разбойников не прошли для тебя даром ты запомнил все действия которые до этого выполняла розея и без сучка и задоринки максимально спокойно без лишнего шума открываешь эту дверь и видишь перед собой уже не грот а уже церемониальный зал вот это уже точно рукотворно здесь уже появляются здесь уже есть освещение такие ну факелы выстроены куча вот этих скамейк да которые длинные ну церковные такие в концертных залах такие бывают много-много рядов и по центру замещаешь естественно алтарь есть можно увидеть на нем кто-то есть нет в данный момент на алтаре пустом и в целом зал пустой никого не присутствует окей пометая о предыдущем неприятном опыте с рукой можно ли как-то понять заметить ловушки или типа того есть они здесь или нет в самом зале ловушек нет хорошо хочу осторожно приблизиться к алтарю замечательно ты без проблем добираешься еще раз окидывая взгляд зал в который ты попал определенно кто-то постарался очень высекая его в центре горы или близ центра горы все сделано добротно приятно не прям супер богато каких-то вычурных вот таких изделий не присутствует чисто функциональный зал для каких-то церемоний с алтарем в центре ну как бы скорее всего церемонии с жертвоприношениями можно ли ну во-первых видно ли что этим всем пользовались не так давно видно что им определенно пользовались но прям на днях грубо говоря свежих следов крови ты не замечаешь хорошо наверное а есть ли какие-то вещи или что-то ну не знаю ну записи наверное совсем вряд ли но какие-нибудь штуки вот этого культа вероятно который здесь можно было бы понять что это кто это и возможно куда они ушли давай еще раз инсайд посмотрим что тебя игра даст единичечка давайте нормально да очень неплохо осматривая осматривая вот эти пролеты между лестницами ты замечаешь что все достаточно хорошо организовано то есть супер все прибрано четко никаких лишних вещей но все-таки находишь небольшой пергамент в одном из углов скамейки соответственно разворачиваешь его и не можешь понять что там написано то есть там не переверни меня что-то реальное что-то что-то реальное да какой-то текст так письменами так сейчас один момент хочу кое-что проверить из своих возможностей так слышит окей убираю пергамент себе вещи потому что у меня нет способностей которые могли бы расшифровать это все пергамент с загадочными письменами все верно так что еще здесь можно двери из этого зала кроме ты через которые я пришел нету или есть дверь которая близ алтаря и есть еще одна дверь которая ведет она ближе к противоположности там где ты пришел там две двери на той же стене и на противоположной ближе к алтарю еще одна дверь хочу попробовать воспользоваться той которая ближе к алтарю она тоже закрыта ты подергал ручку но дверь не поддалась ты подергал ее от себя на себя она определенно закрыта замок есть можно попробовать также вскрыть можно попробовать да ты попытался взломать следующую дверь воодушевившись своим прошлым успехом поверил в себя но механизм этого замка оказался сложнее и покопавшись в нем ты так и не смог подобрать нужного ключика чтобы продвинуться дальше но в общем-то и не потребовалось в момент когда ты уже отчаялся ты слышишь дверь со скрипом открывается на тебя с удивлением смотрит уже знакомое тебе существо так которых ты встречал на поверхности этой горы но это существо уже в таких достаточно богатых одеяниях церемониальных и в момент когда оно уже хотело на тебя то ли накричать то ли что-то еще от удивления тебя снова вытаскивает наружу и только ты хотел расправить плечи вдохнуть ты понимаешь что ты не у своего лагеря ты на каком-то незнакомом месте холм лагеря ты не замечаешь ты пока не замечаешь лагеря да замечаешь то что ты окружен такими плотными прутьями вкопанными в землю переплетенными между собой знаешь такая вот как вот эти детские есть такие куполы вот по которым ползают вот и ты оказываешься в чем-то подобном и как бы и немного спутанным то есть ты в полный рост стоять не можешь вот как будто в сетке вот так вот сидишь обложен борщевиком но в принципе питерцы не привыкать обложен но не сломлен и мандорис соответственно в этот момент срабатывает колокольчик твой внутренний в момент появления и когда добыча начала трепыхаться в силке ты тоже выходишь изодрема а я выхожу да окей разая в это время наконец-то смогла поймать ноту итак модорис вин вы модорис ты все еще прячешься ну да предположим что да в таком случае господин вин прокинься мне perception так щас мадорис тебя замечают вин ты появился осмотрелся немного но в тенях видишь силуэт мадориса очертания макушка макушка торчит услышал топот маленьких ножек так прежде чем я воспользуюсь этой информацией о том что я его заметил шевелиться я сильно не могу внутри вот этого вот девайса ты что хочешь шелдрич глаз скинуть между кружками нет ну не особо скажем так комфортно ты можешь развернуться там как-то но в полный рост встать ты не можешь и как-то вот там руками махать книга внутри этого книга рядом она под тобой да я бы хотел ее поднять и спрятать вещи в своей хорошо первым делом хорошо ты это делаешь без проблем натренированный уже опытом прятание книги ты об прятались книгу да раз все замечательно и так так в сторону того где я заметил макушку мадориса я говорю следующее что типа тренинги по вот этой типа командной работе и тому что вот нужно как-то учиться в дикой местности доверять друг другу и действовать совместно я себе представлял несколько иначе господин мадорис не стоит переживать господин вин мы сейчас проведем несколько расширенную я бы даже сказал углубленную версию оу ма итак сейчас мы быстренько вернемся к нашей другой части компании другой части партии светает розе снова так зарядочку сделала снова там все мелодия тренировала оглядываешься вина нет на привычном месте где-то его вчера оставляла заходишь в палатку там мадориса нет но ты точно помнишь что он ну ты не видела ночью чтобы он уходил и соответственно амкаса пинки и декарт вы просыпаетесь в этот момент когда розе приходит к вам и ну возможно я взял слишком много инициативы розе ты можешь им не сообщать как-то иначе я хочу это потрясти амкаса за плечо и сказать амкаса амкаса блин проснитесь шли заниматься сексом я только знала они только на друга странно смотрят все время могу я на это очень сурово посмотреть отвести голову повернуться и начали определенно мы не осуждаем ее и месяц там уже как бы ладно я хочу я хочу застать их я уверена что между ними роман и я хочу их застать я могу попробовать найти их следы да да я попробую найти их следы да да survival пожалуйста ты попыталась посмотреть но мадорис опытный охотник он замел все следы ну ты слишком легче на визуализации того что происходит между мадорис в данный момент там уже первая глава фанфика готова слушай ты это чистом кассу или как бы нас тоже все таки ну я ему я ему шептала он типа ну такой он же самый проницательный остальные уже во весь голос не 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 ему я прошептала типа он самый проницательный я думала что он и так знает вот вам я пока не сдаю но я я начинаю типа отошла от лагеря я хожу теперь вокруг него ну так средне далеко я отошла и я хожу вокруг него и кричу мадорис и вин я все знаю про вас выходите мадорис и вин вы слышите неразборчивые звуки похоже что это розе что-то там но вы не можете понять что-то кажется камера упала они настолько далеко что это амкаса отвернулся просто и спит дальше ужас ну слушай смотря на эту картину я наверное только вот хожу с еще раз трепанными волосами чертой копией такая что ты про них знаешь и из термоса наливаю тебе тоже кружечку я беру кружечку я нюхаю пытаюсь понять купаж что это за зерна и какой обработки не надо что-то бросить что-нибудь бросить прокинь природу наконец-то полез спасони кофе да я не понимаю кажется это копий любах кажется это какой-то неплохой кофе какой-то неплохой консистенция давай такая пенка надеюсь надеюсь у тебя типа красная кружка и ты такой типа нес кафе да 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 там еще такая пенка всегда вкусная которая никогда от нес кафе не появляется ну это если ты в стаканах аркнешь то появится ну да 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 ну а фуд вот эти фотографы и видеографы они же примерно так и делают у них там куча разных способов сделать я тебе я тебе буквально могу прямо сейчас ходить на кухню и сделать кофе что там будет охуительная пенка хорошо ребята очень важная информация спасибо за экскурс в пенный пенный мир для кофе до карты как-то на это реагируешь на происходящее ну я просыпаюсь я полагаю выхожу спрашиваю что случилось я даю тебе тоже чашку свежего кофе благодарю госпожа пинки там есть пенка есть пенка там есть пенка вы туда сплюнули нет но я могу тебе плюнуть хочешь вот это сервис вот это я понимаю я я давал кляту вот такой я могу тебе прямо кофе плюнуть oh my unexpected turn так сказать ну я замечаю что мадориса и вина в лагере нет да да ну я хочу узнать знаете кто-нибудь кто куда кого что есть ли какие-нибудь следы ребята они же просто ушли они вот вечером были с утра их нет ну вот это уже нормально говорят это что-то не то что-то не сексом мне кажется что я не знаю чем они занимают я их звала они не отозвались они так увлечены друг другом видимо что и пока основная часть партии пытается выяснить кому же плюнуть в кофе мы возвращаемся к нашим господам мадорису и вином и так вин можно маленький давай маленький когда они уже начали типа громко типа вот это кричать вот это я уже просыпаюсь очевидно я хочу не переговаривать с ни с кем погадать стоит ли идти искать мадориса с вином стоит не чему привезет поиск мадориса и вин возможно к новому персоналу но это не то а это это же благо так интереснее я бы подумал что здесь будет нейтральный вариант не благо ничего тогда я сплю дальше все хорошо самый разумный человек в том платье ты же спишут с этим морж ой ну не моржик это типа нерфа белек котик морской ты же с ним спишь ты же обнимаешь его когда спишь ну иногда у меня есть грибочек у меня ногти высохнут я могу показать у меня такой грибочек мухомора я с ним сплю ну вот ты обнимаешь вот этого котика и спишь дальше вин и мадорис возвращаемся к вам в скрюченном состоянии стою в клетке да стоишь или он стоит блин я очень хочу ну он как бы он как бы стоит ну типа ну вот вот как бы вот так типа ага ага чуть-чуть сгорблена объяснить господин мадорис это для чего все нет нет уважаемый вин вы вы не совсем понимаете видимо всю глубину в данной ситуации объяснить можете вы ну я не могу я не обладаю информацией я спокойно спал в лагере проснулся здесь ничего не понимаю почему-то стою в клетке что я сюда не заходил вокруг себя ее не а то есть из некой книги внезапно появился я вот это газлайтинг конечно вот это газлайтинг книга олег ты страшный человек я боюсь тебя из какой книги о чем мы сейчас говорим я вот не понимаю вы меня собираетесь отсюда выпускать нет нет не собираюсь вот так вот придется говорить да да ответы прошу простить за некоторые неудобства я надеюсь что возможно мы сможем как-то выйти из этой ситуации обоюдной выгоди такая книга какие могут быть еще ответы вчера ваша простите не касательно вашей трансформации но ваша шкура вчера была спасена от таинственных захватчиков и на следующий день я сижу в клетке я не очень понимаю я вначале подумал что от пинки типа как-то спасена я тут причем короче розея или рейджи как тебя называют на питерский манер вот смотри короче вот такое бы я купю и сделал это ты сделала из неспрессо небось да вот это вот она плюет нет 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 у меня неспрессо то есть прям вот такая береза рожковая рожковая это батя да хорошо нет так можно из растворимого сделать просто нужно достаточно достаточно плохой водой и так шкура была спасена шкура спасена да уже второй раз вы проявляете крайне подозрительное поведение какой был первый вопрос помните ли вы нашу дракусу сирисками да в которой вас обратили в камень и да да нужно что часть воспоминаний у вас нечеткая которые ваши действия выглядели так как будто вы под благовидным предлогом взяли образец моей крови зачем он вам нужен был я я силивсь вспомнить когда это могло произойти для чего мне мог понадобиться как вы выразились образец вашей крови я к сожалению в отличие от нашей подруги пинки я не проходил что сказать официального вот этого магического образования я не владею такими методами хорошо значит будем тогда разговаривать немного по-другому уважаемый ДМ да у меня же еще осталась свободная веревка да я желаю вот поверх вот этой замечательной конструкции сделать пару узлов так чтобы обездвижить руки и ноги господин я хочу чтобы пинки или декарт или амкаса кто-то нашел следы я очень хочу застать их за этими занятиями пожалуйста камера пенс в лагере обратный у нас два человека исчезли мы вчера спали на могиле у нас двух человек нет нам надо найти их давайте найдем короче у меня короче прошу Нороха чтобы он нашел след кстати точно ты генни или кто пахнет больше этих самых стинки конечно же Мадорис о чем речь стинки зафиксировали но для для начала вин и Мадорис прокиньте пожалуйста силу просто силу посмотрим как получится чтобы открыть силой свои да как бы чемучи бороться и железы просто сейв лиабилити мне сейв надо делать тебе можно сейв дам ой 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 карта что это была шутка про то мы тебя маскировали под страшной карте мадорис ты пытаешься подойти к ну почему пытаешься ты подходишь к импровизированной клетке начинаешь как бы обвязывать многоуважаемого вина и когда начинаешь затягивать потуши веревки вин все это время присматривался к вот этой импровизированной ловушке и уверенным движением разрывая таковы так что увы твоя попытка стянуть его потуши не увенчалась успехом он пока еще не может как-то быстро куда-то убежать ему надо все равно еще будет выпутаться но он уже не ограничен в пространстве не ограничен в пространстве хорошо но помеха на передвижение есть но если помеха на магическое передвижение на магическое передвижение помехи нет пока что так но если вы хотите вступать в такую конфронтацию то я попрошу вас прокинуть инициативу ну мы хотим вступать в подобную конфронтацию мне кажется каждого нужно по отдельности спрашивать сговор тут не работает но в том плане если вы еще не получил нужной информации если в том плане если вы планируете драку то нам нужна инициатива сейчас нет я понимаю да а если никто не планирует стрелять то элдридж бластом или пулями то мы можем продолжать в таком же духе чтобы не было конфликта действий кто раньше там развязал руки кто раньше выпрыгнул ну как драху хан соло выстрелил первым да драку как таковую я не планирую это как бы последнее средство если не останется других возможностей осуществить наш конверсейшн я понимаю а я могу появившись здесь и вот пока все это происходило что я вокруг себя вижу вижу ли я какую-нибудь возвышенность или что-то вы находитесь на возвышенности в общем но между вами никаких преград нет вы на поляночке на такой а вокруг значит типа только низина скажем там кустики какие-то есть небольшая пара деревьев есть на расстоянии взора футов 40 50 они достаточно устойчивые вот так по виду там ветка есть какая-нибудь большая большая ветка ну на которой мог бы уместиться допустим полуэлиф некий я думаю присутствует тогда я бы хотел сделать dimension door на ветку в таком случае мадорис у вас есть реакция чтобы ответить на это действие вы видите что вин замышляет побег так и он у меня в close он close ком на расстоянии вытянутой руки антимагическим пистолетом нет ну зачем я хочу врезать ему рукоятки по голове чтобы оружить в таком случае пожалуйста вин сейф конституцион у вас как раз была возможность этот deadlands устроить у вас с пистолетом другой с пальцем в момент в момент когда ты открываешь свою dimension doors уже скажем так заступаешь практически по ту сторону тебе по затылку прилетает прикладом и ты падаешь без сознания но это это будет и вот теперь я буду его вязать а падает ли он вкреп головой и дверь открыт и свет чтобы да это было бы замечательно конечно но это не критическая единица поэтому настолько сильно ронять мы его не будем двери закрывается в этот момент и ты просто падаешь и да теперь уже можно без проблем связать так давай слайд оф хэнд на критической единице да ну не ты короче случайно связал в шабаре не нет не а на единицу он короче привязал свои руки к его ноге и такой бля но ты не знаю забыл все свои навыки и переволновался бывает да ему пришлось бить своего напарника в спину он он не может пережить такое такого потрясения и вот ты просто обмотал его веревкой но он даже без проверки сможет из нее выбраться в любой момент такая вот история возвращаемся у нас да камер летает между этими двумя участками карты в этот момент четверо человек пытаются объяснить норуху что ему нужно идти искать вина или мадориса трое я сплю трое трое да отец спит норух я хочу я хочу зайти в палатку начать трясти за плечи амкасы и кричать они ушли все нормально им нужно разобраться пино найти пожалуйста мадориса получишь вкусняш что если друзья вот этих вот оборотней с которыми мы вчера дрались на могиле которых мы спали что если они пришли ночью утащили их обоих этого не произошло с тобой каши не сваришь не сваришь в палатке есть что-нибудь из вещей вина я могу осмотреть может там сапоги остались хочешь съесть их конечно надеть одежда одежда вся которая походная она при нем ну рюкзачок да рюкзачок с вещами вина присутствует мы можем дать норуху что-то из его вещей обнюхать чтобы он наслед напал плюс-минус да для того чтобы объяснить норуху пожалуйста кто будет объяснять animal handling разговора с животными у вас насколько помню нет нет да у меня animal handling мудрый я итак декарт тоже опыт как всегда простого собак-то много мужицкого мужика он совершенно спокойно объясняет норуху вот так и так у нас пропал сейчас два человека да пропал нужно нужно найти ты ему даешь понюхать норух хивает все понятно вувкает в ответ утвердительно и пытается взять след но у него не получается модорис на удивление на удивление модорис показывает чудеса скрытности в этом хотя вот тут критическая единица и наоборот критическая единица теперь у норуха он не может взять след но определенно попробует в ближайшее время возвращаемся к модорису и вин вин давай модорису тебя есть пять минут пока вин не придет в себя я могу дать тебе эту возможность давай еще последний контрольный слайд овхэнд собрался с духом понял что очень плохо связал загубил веревку одну и последнюю веревку тратишь на следующую попытку хотя бы не единица но тем не менее это все еще очень не крепкие путы и при любой попытке мы попросим вина если он захочет сбежать там какая критическая единица выпадет четверка ребят и я не смогу нет вообще понятно он двор у него такие пальцы толстые толщиной с его руку полностью пытается что-то это дрища связать у меня есть бед ролл у меня есть бед ролл он он свернутый спальник так и что ты хочешь что ты хочешь его туда закатать в рулете кавказская пленница да именно именно хорошо кстати хорошо это умность таким образом вин тебе нужно будет пробить всего лишь семерку слайд of hand чтобы выбраться но кидать ты будешь с дисадвентажем потому что ты в спальном мешке еще вы сейчас как-то death training типа не мишки мама я так полагаю на этом моменте вин ты приходишь в себя ты в спальном мешке ты связан тебе достаточно комфортно тебе комфортно удобно тепло там да нормально модерис это достаточно странные тактики кровавых охотников кажется тут нужно объяснение почему я в спальном мешке ну а я пока это говорю я бы хотел пожалуйста пожалуйста с дисадвентажем правильно с дисадвентажем ты же все-таки пока еще союзник что значит пока почему какие какие могут быть ну он не пробил конечно а то есть по правилам надо больше а не это значение ок ну проверки характеристик это ебаный стул извиня в целом проверки характеристик вы должны вроде как перетасывать если у вас равны типа там не так работает это вот если сложность там нужно кинуть такую же а проверки характеристик вы типа соревнуете а ну ладно и что считается что нет получается в общем следующую попытку ты знаешь ты чуть-чуть подотвязал то есть уже выбраться будет проще следующую попытку будешь кидать уже без дисадвентажа я если честно не понимаю этой враждебности господина мадурис все путешествие которое было все эти месяцы охоты на этих магов на спасение маджуца и все передряги из которых мы выпутывались я не понимаю как мы пришли к этому моменту уважаемые друзья норух выкинул на единицу меньше он все еще не может дать след милейший мне кажется вы все еще валяете дурачка допустим довольно успешно если вам примененные доселе методы кажутся довольно мягкими впрочем они таковыми не являются мы можем перейти к более жестким ну что вы будете прошу прощения истязать меня ранить меня можете конечно попробовать а я попробую но я не вижу как бы пока я не услышал вопроса даже какого-то на который стоит отвечать окей окей хорошо на кого ты работаешь что? на кого я работаю? да ну в данный момент технически мы все работаем на Криса Белдека не-не-не-не-не-не-не на самом деле на самом деле? для пущей убедительности я достаю имеющийся у меня вещах кинжал он же в мешке он что-то ну вы не берете след господин я не могу сказать на кого я работаю тяжелый случай но ничего так я могу примерно определить где у него находятся пятки пятки да да пёсик ну вы не берете след ой какой хороший ты тогда я пытаюсь воткнуть кинжал в одну из пяток ебать хорошо я всего лишь отошла один момент дэмэдж проходит по мне? так значит давай передайся я не стараюсь тебя убить я стараюсь тебя разговорить я стараюсь тебя покалечить это разные вещи так сколько у нас там кинжальчик вставить кинжальчик вставить кинжал в пятку это мне кажется даже он такой цепа подождите ребят сейчас я посмотрим сколько в целом кинжальчики работают там мадория запрещенная давай прокинь 1d4 тогда крюша хорошо я могу сделать реакцию? оооо собачка да да я делаю туманное исчезновение получается так там какой раз переграл переграл здесь здесь надо конечно подумать на ваше усмотрение я думаю туманное исчезновение сейчас один момент я открою где это варлок а я могу сделать реакцию на реакцию на реакцию на реакцию на реакцию классы классы прошу прощения так 60 футов ты можешь переместиться 60 футов да да и ты при этом невидимый пока не нападешь или ну действий не совершишь хорошо а ну ветка все еще в поле зрения которую я присмотрел она в радиусе 60 метров да да та ветка в радиусе я бы хотел туманным своим облачком на нее как бы так переместиться и затаиться в невидимости замечательно собственно что происходит в таком случае мадорис ты благополучно царапаешь ему пятку в надежде узнать ответы и в этот момент вин ты можешь описать вин на свое исчезновение как-то да в этот момент я буквально делаю вот это лицо дио когда он там застал очередного джорджа врасплох что типа это все все это время это и был мой план но я этого не говорю но я зловещую улыбку как бы это передаю обращаюсь в облачко и исчезаю я правильно понимаю он же все время это в мешке то есть это короче просто он типа лопнул мешок да 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 кстати говоря да так все было после того что он увидел это дьявольскую хмылку и мешок лопнул грубо говоря как будто он короче ставит кинжал тебе в коленку и ты на место коленки он попадает такая маленькая бревнышка которая появилась на твоем месте а да 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 техника замены да да было бы неплохо но рук все еще не может взять след вот у нас вон ми вон происходит просто какой то хищник в джунглях в джунглях да мандорис на твоих глазах собственно после удара ножом мешок так обваливается и перед тобой пустой мешок что я слышал вокруг а розея который орет только только когда эхо от розеи какое то шелест скрежет шуршание шелест шелест листвы там ничего такого ну как там не не естественных звуков в округе нет а естественные но чуть более активные я слышу только смены мировозрения да смену звук смены мировоззрения давай тогда инсайт мадорис мадорис услышал как я захихикал когда переместился мадорис ты понимаешь что это это особенность и скорее всего он где-то в дистанции 60 футов все он где-то еще в мадорис не так далеко но я не понимаю направление направление нет боюсь нет и как было раньше озвучено вокруг есть подходящей дистанции два дерева да есть деревья да но их два не обязательно больше обычная рассадка деревьев такая по ходу дороги задумайтесь что инвиз и инсайт это в каком-то смысле слова синонимы по по разбору инвизион инсайт мысли которые приходят во сне амгаса только блин прикиньте надо будет записать хорошо хорошо окей окей у меня есть факелы ха 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 пришел момент ради которого я закупался в самом начале летс гоу точно заканчиваемся итак мадорис что ты планируешь делать я беру пару факелов поджигаю их о боже ха 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 пытаюсь собственно устроить им лесной пожар ха бедный этот ну что ж господа в это время амгасы ха 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 х я просто представляет нет 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 Итак, господа, вы видите, после безуспешных попыток как-то взять след, в одной из сторон вы замечаете, что на вот как раз краю видимости вы замечаете дым. Я хочу погладить норуха, сказать «хороший мальчик» и ткнуть пальцем в столб дыма и сказать всем остальным «нам туда по ходу». Да, вот как Олег. «Ребята, нам туда!» Я такой, знаешь, я тоже хочу погладить по головке, не, не буду, я хочу сказать, возможно, это и есть эта испылкая любовь, о которой нам рассказывали. Возможно. Я буду до конца держаться этого архетипа мудрого волшебника, который, если предсказано, то он просто до конца будет. Дед спит, как бы, ну... Ну, понимаешь, это перформативное предсказание, то есть... Я уже понял, что нам, ну, с ним ничего нет, а поэтому даже не стану его дальше будить. Ну, может быть, оно ничего именно, потому что вы пойдете, а я не пойду. Ну, да, 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 я о чем и говорю, ну, то есть это самосбывающееся пророчество. Ты его узнал и ведешь себя так, чтобы оно сбылось в этом прикол, как в «Матрице» и как везде, ну, в общем. Итак, вы отправляетесь... Короче, я хочу прям на максимальной скорости побежать, вот в эту сторону, да. Хорошо. Чтобы начать сразу... И я уже, типа, уже в руках-то, типа, вот как этот начинаю набирать его, этот «Тандервейв», чтобы там... Ты прибудешь туда, да, на две минутки раньше, чем остальные. Ты никого на себя не садишь? Нет, конечно. Норуха, вот. Ну, это важно. Ты берешь Норуха с собой подмыху... Ты подмыху берешь. Да, и... Это маленький, он же щебавал. Да. Да, вот так, как это, собаченьки мы уходим, вот это вот. Ну, он небольшая, не очень большая. Я все это время представляла его как бульдога, потому что у него какой-то бульдог. Но бульдоги не очень большие, в целом. Ну, никак, он больше, чем Чухуахуа, но... Ну, и пинки кенцавр. Я просто думала, что у меня сейчас перевернулось все. Я всю игру представляла себе Норуха как бульдога, а это был Чухуахуа, я такая... Ну, это не Чухуахуа. Нет. Да ладно, все, все. Практически как бы мой вот как раз. Можешь его теперь представлять. Я вообще думал, что-то среднее между Овчаркой и дворнягой. Ну, типа, кстати, вот. Ну, да, да, да. Такая дворняжная. Ну, что ж, пинки, ты прибегаешь первый на место пожара. Мы бежим, окей? Вы бежите где-то, да, на дистанции, через пару минут прибудете. Мадорис, после устроенного пожара твой план действий. Пока он двигается, он не виден. Он в любом случае не виден до применения действия. То есть, когда он что-то предпримет. Атака, заклинание, рывок. В общем, если он просто будет идти пешком, там, он не видим все равно. А если он урон получит от огня? Все еще не видим. Насколько я помню. Только действия... Сейчас, погоди. Занял весь лес вокруг или какую-то часть? Я хочу, чтобы понимать, там мы же где-то возле поляны были. То есть, там, получается, где-то начало леса, а остальное-то поляна. Или мы прям в гуще? Нет, это не гуще. Лес это такой, знаете, когда вот просвечивает сквозь. Вы идете, вроде леса, вроде все просвечивает насквозь. Редкие деревья, я бы не назвал это даже лесом. Так, скорее, пролесок некий. А вот. Пролесок. Да. Да, хозяйственник подметает. Ну, про демидж вроде ничего нет, но именно вот действия атака. Единственное ограничение здесь, это до начала следующего хода. Амкаса там решил прибраться в лагере, пока... Да, да, да. Он, ну, где-то нормально, дождемся вернуться. Поэтому... Лесы пока все уйдут, проснуться можно позавтракать. Урон какой-либо никак не влияет на раскрытие невидимости. Она просто снята. О, тогда, короче... Вин, ты остаешься сидеть на ветке, но как бы дерево начинает потихоньку тоже разгораться. И, возможно, ты действительно получишь урон. Ну, ничего страшного, я думаю, в этом нет. Я бы хотел попробовать проверка характеристик. Например, попытка скрыться, это снимает инвиз, правильно? Попытка скрыться? То есть стелс прокинуть? Ну, типа, да. Да, это закончить инвиз. Это да. Ну, я готов рискнуть. Я хочу попробовать, типа, прижаться к дереву вот так вот, чтобы, ну, слиться с ним. Чтобы точно получить урон от огня. Конечно. Ну, он не настолько быстро, ведь горит. Не настолько. Итак, в таком случае стелс, пожалуйста. Угу. Единичку. Нихуя себе. И дерево. Ты сливаешься вот с этой ветки, на которую телепортировал стоков, как змея, так... Ну, да, да. И пристаешь. Я приблизительно вот так, типа, это... Как это объяснить? Вот дерево, и я вот за него вот так как бы смотрю. Да. Где Мадорис и что делает. Отдам, получается, честь Мадорису 1D6, пожалуйста, прикинь. Хорошая новость. Мадорис. Ты незаметен как дерево, плохая новость дерева. 1D6. Горит, да? Да. Ты горишь вместе с деревом и получаешь еще немножечко урона. Ничего, ничего, это нормально. Это нормально. Вин прям как фир в третьем МГС. Да. Итак, Мадорис, ты пытаешься оглядеться. Пролесок этот разгорается. Трава уже... Потихоньку вся начинает схватываться, которая сухая там была еще частично. Деревья чуть медленнее, но тоже уже набирают обороты. И никаких следов вина. Если он где-то и в радиусе, то он очень хорошо скрывается. Угу. Ага, хорошо. Я же помню, в какой стороне лагерь? Да, конечно. Я хочу, значит, выйти из горячего периметра в сторону лагеря. Ну, просто, ну, не дойти до лагеря, а так чисто вот отойти, чтобы меня больше не задевало огня. И чтобы я мог видеть, кто оттуда выходит. Давай тоже стелс. Часто бой с тенью один невидимости, второй невидимости следы. Ну, МГС-3, ребята, МГС-3 происходит. Ну, так себе. Ну, так себе, да. Он надел каменный камуфляж в лесу. Не-не-не-не. Не-не-не. Ты отходишь в сторону, чуть дальше за периметр огня, но все равно важно понимать, что огонь распространяется. Поэтому, как бы, долго тут тоже не простоишь. Но ты избегаешь получения первого тика урона. И видишь, как подбегают твои товарищи. Ты видишь запыхавшуюся пинки, которая несет в руках Норуха. И у нее там вот позади в хвосте тоже пыхтят Розея и Декарт. Представьте, как Норуха-хренешь его подносит, как бы, не просто на руках. Какой ужас. Бедный песик. Хоть наверх он не насаживает. Непонятно, кто именно попросил, Вин или Мадорис, что новый персонажи хотят сделать. А этот детектив, правильный вопрос. Короче, можно? Да, Пинки, ты можешь действовать. Ты видишь просто разгорающуюся полянку, подгорающие деревья, пока никого не замечаешь. Я хочу оббежать эту полянку. И его клитку он видит? Да, я думаю, что ты видишь некую конструкцию странного типа. Я ее вижу, но я не обращаю на нее внимания, потому что у меня, короче, у меня проснулся герой Иня. И она хочет, короче, спасти всех обитателей этого леса. И нашу репутацию, которой у нас нет, у нас было совсем хорошие, добрые. Поэтому я оббегаю в эту горячую полянку вокруг и кидаю в Тандервейв, чтобы все эти деревья, и все это сместилось в сторону просто чисто поля, которое там есть. Ты хочешь, чтобы загорелось поле, я правильно понимаю? А, что, блядь, это поле, что там горит? И чтобы огонь еще разгорелся. Ты уверен, что ты понимаешь, как работает лесной пожар? Ну, слушай, а от того, что такой поток ветра будет быстрый, он разве не загасит? Нет, чтобы погасить лесной пожар, единственное, что его остановит, это завалить его землей, чтобы не было доступа кислороду огня. А если ты просто сдуешь, то он просто сильнее разгорится. Хорошо, а если я Тандервейв кинул? А если я кинул Тандервейв, прям на землю, то там земля разорвалась вокруг. Мне кажется, нет, это не сработает, чтобы потушить. Мы с Розей подошли уже, пока там воскресили поле, чтобы они ходили песок. Ну, кстати, а они в радиусе у меня? Нет, они остались в лагере. Если ты про тех оба, от них которых вы похоронили, то придется возвращаться за ними. Сиву-то френч. Ну, в принципе, усыхание тоже не получится, потому что я только засушу эти деревья еще больше, чего они только лучше, чтобы вы сгорели не придумали. Итак, если ты ничего не придумал, то да, Розе и Декарт, вы подбегаете. Я такой пальцем в клетку говорю. Ты была права. Я тебе говорю. Я аж говорила. Я давно заметила. Между ними какая-то искорка пробегает. Возможно, возможно. Я хочу во весь голос. А почему пожар? Я не знаю. Ребят, пожар. Но мне кажется, это как-то связано с их горячей ночью. Слишком много искор между ними нашло. Точно, точно. Искор, буря, безумие. Я хочу просто набрать воздуха и со всей силы крикнуть. Мадорис! Вин! Я подумал, это какая-то типа файтерская штука, типа как богатырь. Задуть, Аргон. Я хочу выкачать весь воздух из-за этой области, чтобы вакуум был и затушил огонь. Но нет, это так не работает. Вин и Мадорис. Вы увидели эту картину. Соответственно, Вин со своей стороны. Скажем так, с... Давайте обрисуем это с юга. Обрисуем это компасом. Соответственно, Мадорис находится... Так, что у нас там юг, север, восток, да. Мадорис на восточной части компаса. Осматривает. И ребята по центру компаса, грубо говоря. Ну как циферблат, только вот... Можно часами, да? На три и на шесть, да. Можно было проще, я зачем-то компас вспомнил. Два справа. Два справа, два внизу. И два по центру. Спасибо. Ой, простите, ребята. Извините. Inside jokes. Inside jokes, да. В общем, да. Вин на три часа. Мадорис на шесть часов. Вы в центре циферблата, условно говоря. В центре окружности. Вы пока... Вы точно не видите Вина. Вин прям фулл стелса за деревом горит. Мадорис вне радиуса поражения огня. Издали пока рассматривает вас. Но вы его не особо замечаете. Вы отвлечены огнём. Не, короче, я всё-таки хочу, ёбан. А то я давно этого не делал. Так что, да, я в сторону полян. Его, короче, все эти деревья горячие снесли. Они на другие деревья перенеслись. Хорошо. Просто двадцать, когда тебе как? А подождите, а можно такой момент? А он как бы... Это создаст огненное торнадо, которое меня сколько, типа, шесть Д-шесть уничтожит или чё? Мы тебя поднимем, держа. Чё, посмотрим. Итак. Не, ну это... Как это? Правильно, волшебник Савант. Открытся. Угу. Ну, инкерактор, инкерактор. Чё тут как бы сейчас? Будем... Это становится интереснее. Так, дай подумать, как... как это лучше реализовать. Вот стоят деревья, типа, да? Тут только они все горят. Я вот здесь, тут и деревья скрипты. Ну, на поляну. И всё, и пожар крутится, и я спасаю. И весь Маджус огня. От великого пожара Маджус, который так и не случился. По мне, что такая... Молодец. Ты так молодец, ещё не кофе варишь, вообще. Вот это я понимаю, невеста. Ну, вообще, это не ломает деревья. Там написано, что только незакрепленные предметы толкаются. Ломает, но на следующем уровне. Да. То есть, вы второго уровня используете? Нет, нет. Ну, вот есть, типа, Волна Грома. Потом следующее идёт, это Дрид. То есть, продолжаем. Это другой спелл, как бы. То есть, в данном случае, тут просто, грубо говоря, раздуешь огонь, и нанесёшь урон вину, его, возможно, сдует от ствола с дерева. Если он не пройдёт спас. Мне интересно, кто при этом сдует огонь. Представьте, вот это вот горящий такой мотыль слетает просто с дерева. Ну, давайте. Я готов, е***ь, надо. Ну что, пинг? Я предупредил пинг. Это дерево, это деревья, это не сдвинет с места. Ну, я всегда хочу посмотреть, что будет. Что, мне просто двадцатку кидать, или что? Нет, тебе можно ничего не кидать. Розе, Декарт, вы уже видите знакомые предпосылки, которые уже не раз сулили с собой. Я хочу реакции прыгнуть, схватить норуха, чтобы его не задело. Замечательно. То, что Азейдика, это поняли, это одно. И Вин видит это тоже, тоже всё понимает. Да, Вин тоже это понимает. Я успеваю сказать только про себя твою. И так, Вин, пожалуйста, кидай сейв Конституцион. Телосложение, да. Где жуки сталкиваются, и там, там ёбаный ром. Все нормально, тогда кидай 2к8. Они смогли идут просто договориться. Пинки, пинки, ты кидаешь. Мне нравится такая отличность, я люблю. Я кайфую вообще. Итак, Вин, ты получаешь сущие пустяки, всего лишь 5 единиц урона, и остаешься на месте. Ты почувствовал этот громовый раскат, увидел, как пламя разгорелось ещё сильнее, и охватило больше участок. Из плюсов тебе прижгло рану на пятки. Да, тебе прижгло рану на пятки, ты получил ещё немного рано, больше не кровоточит. Ну да. А я же как бы за стволом прячусь, и вот огонь, он как бы с двух сторон. Да, 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 все верно. Как на гриле, да. Да, да, да. И я, короче, выбегаю к ребятам, такой, блин, не получилось, я пытался. Мы видели, мы видели, замечает хорошая работа. Я так понял, ты захотел спалить этот лес дотла, да? Нет, я хотел сдуть огонь. Типа, знаешь, так бдыщ. Как вот они, типа, вот смотри, стояли деревья, значит, я кидаю тундервейк, и они, типа, гиблищ. А ты не хочешь ещё раз кастануть, как бы в сторону нашего лагеря? Ну, чисто так. На верочку. Господин Амкаса, Ты как, ты спишь? Ты хочешь, может, чем-то заняться? Ты услышал там раскат громов в направлении, почуял, немножко дымком так попахивает. Я перед собой поставил установку перед началом игры, что если божество говорит ничего... Значит, ничего. Это значит, что... Это единственная история, про которую мне не нужно делать вообще. Поэтому ты продолжаешь пылесосить. А может, какие-то другие дела в лагере у тебя есть? Может, что-то хочешь? О, я... Это, в таком случае пишу книгу. А, мемуары. У него в голове играют, типа, этот... Beach Boys, wouldn't it be nice? Он такой, типа, чисто отдыхает. Так, наконец-то, никто не орёт. Я там спокойно сяду попишу. Ну что ж, замечательно. Отец Мгаса просыпается, завтракает, садится писать книгу, слушая... Мемуары. Потрескивание... Потрескивание... Потрескивание огня издали. Какие-то перепалки между напарниками тоже доносятся небольшим эхо. Но его это не беспокоит. Слышит родной раскат громов. Да. Немножко так, халдок по спине пробежал, но он такой, фух, не меня. Не-не, знаешь, короче, как в аниме, в тот момент, когда я его кастую, он просто такой чихнул, типа, о нём вспомнит. Да-да-да. У меня просто во сне этот Thunder Wave появился, я проснулся от того, что это кошмар, а это на самом деле... Да, но вокруг всё нормально, как бы, ну ладно. Вин и Модорис. Что-то будете предпринимать? А-а-а, что тут ещё можно предпринять? Насколько большая область вообще вот эта вот горячая? Сколько она? Ну смотри. То есть ты поджёг, она была в районе вот этих трёх-четырёх деревьев. Потихонечку она разгорается, плюс Thunder Wave. Ну давай, скажем, теперь радиус пожара... Не радиус, давай пока диаметр дадим, 50 футов. 50 футов? Да. Ну... Давай, скажем, я беру две из шести своих сумок с калтропами и так как широким веером туда раскидываю на землю. Чуть такое. Это шипы такие. Типа вот как шарики, только шипы. Понятно. И как же он хочет потушить лес? Так. И просто раскидываешь калтропу по... Да, по вот этому... По поверхности земли вот этого вот горячего участка. Хорошо. Вин? То есть ты всё ещё пытаешься вина поймать? Да. Самоохота на человека буквально происходит. Да. А если я вот, например, я будучи ещё в состоянии скрытности, если я что-то захочу крикнуть, как бы, будет понятно откуда? Или как вот мне попробовать бы так сделать, чтобы это... Ну, откуда идёт звук, я думаю, будет понятно. Будет понятно. Тебя будет незамет... Ты будешь незаметен, но откуда он исходил, будет ясно. Направление источника звука тебя раскроет. Ну да, куда подкинуться, чтобы он факел. Да. Хорошо. Тогда я хочу крикнуть, что... Волк вышел на охоту. Он жаждет людской крови. Берегитесь. Ой, лол. Пинкера, Зайдекарт, вы слышите, как из эпицентра пожара до вас доносится голос вина с озвученным выше... Я убеждена, что это ролевая игра какая-то. Я уверена, что всё под контролем, всё окей. Они просто так лиртуют, короче, это прям всё под сценарием. До выхода можно Элдридж Бласт бить. Понял. Да, я просто сижу, я... Ну, попкорна у меня не может быть, но... Элдридж Бласт бить. Жареная, я поняла. Ну, мы же увидели и пукурузу такой, типа, ковню подносишь. Ну да. Мы же увидели, как Мадорис шипы рассыпает. Конечно. Я делал это не с лёгой, я думал, вы это видите. Да, мы скорее всего это видим. Да, я думаю, в этот раз, в этом моменте вы замечаете, что на противоположной части на там вы замечаете силуэт Мадориса, который, да, что-то разбрасывает там, да, вот это. Я говорю, Мадорис, ты так его не потушишь, что ты творишь? Надо кидать тандервейвов побольше, это точно сработает второй раз. Кидай, брат, кидай. Сестра. с шипами, только чтобы еще. О, это интереснее. Если вы решите вот такую комбинацию сделать, это даже интересно. Давайте. Итак, Розе Декарт. Если я буду использовать на огне чилтач это его потушит? Я совершенно ничего не могу сделать. То есть я могу проехать вообще от меня ноль пользы. Атаку не огонь сник-атакой. Он такой огонь. Я могу сыграть, я могу, о, я могу сыграть на флейте и заставить крыс сделать такой-нибудь вихрь. Короче, вы еще хотите крыс сжечь, что ли? Ребят, что ли выходит? У нас сейчас будут крысы. Animal Cruel. У меня есть наручники кинки и хендкрафты. Я могу предложить вам для ваших игр. У нас сейчас будут крысы и бегают и разводят еще больше. Вы видите, как розеток в руках коктейль Молотова держит и такая, типа, ну, уже опоздал. Я сижу и наблюдаю за зрелищем с огромным удовольствием включения. Декарта шарашен, пинки шарашен. Я думаю, может быть, челтач? Челтач не сработает, к сожалению. это же можно решить словами, зачем мы подожгли лес. Хорошо. Лес, не гори, пожалуйста. А, раз Мадурис не скрывается. Я его вижу с дерева своего? Да. Получается, ты увидел, как ребята начали кричать, ты посмотрел в том направлении и увидел, что там, да, на той части присутствует снова Мадурис. Хорошо. Я слышу как бы изречение Декарта про то, что все можно решить словами. и я хочу использовать... Произнести копье Рола, Тима. Да. Я хочу произнести его в Мадурис. Хорошо. кастую. Кастую? Блин, ну это, у Карпет походу какой-то кризис случился. Ты такой, блин, дерьмо, Пока Карпет спал, случилось ПВП. Сейчас, сейчас. Ничего не произошло. Итак. У меня еще и Норух на руках, так что, он прошел, спас брусок. Так что, ну кидаю урон. Сейчас, я проверю, я ему обещал, что мы летом закончим, он не говорил в конце, или он не... Так, он прошел, правильно? Он прошел, то есть половина урона, только он где способен дальше. Ебать, ну какой... так, должно было нанести... Все верно, окей. Мандорис, ты... Тебя окутывает... Ну еще живее, все живы. Да. Некая магическая сила, и ты чувствуешь, как... твоя жизненная энергия немножко подутихла. Ну я, наверное, чтобы добавить вот этому всему, типа, я как бы в сторону Мандориса, типа, двое могут играть в эту игру. И ты выходишь из стелса, да. Как для нас выглядит это копье со стороны? Мы его видим, или просто... Вы видите, это мерцающее такое копье. Соответственно, вы видите, как из-за дерева вылетает такая вспышка света. Не как молния такая, типа, а прямая просто такая. Ну Eldritch Blast, в принципе, так же выглядит плюс-минус. И она влетает в Мадориса, и тот немножко так чуть-чуть куацет, скажем так, но он отряхнулся и в целом выглядит жизнеспособным. Вин, какого ляда ты сделал? Что вообще? Что тут происходит? Я ничего не понимаю. Объясните мне. Мадорис, хочешь ли как-то ты ответить на копье Ралла Тима? Я хочу, да. Я хочу, во-первых, использовать гибридную трансформацию. Так. Так. Так, хорошо. Во-вторых, я же вижу теперь. Ты видишь теперь Вином. Да, он в радиусе достигаемости. Прекрасно. Еще одна атака у меня. А, у меня атака нет. У меня две, если я делаю атаку, то у меня и две. Или у меня все-таки одна атака. Нет, две. Две. Смотри, по-моему, гибридная трансформация это действие. То есть у тебя остается еще одна атака. То есть как гибридная трансформация плюс атака это два действия. Бонусное. Бонусное действие. гибридная это бонусное действие ну ладно хотя бы одна так погоди гибридная это бонусная я хочу достать амкаса чтобы он на них тьму казак оставала они перестали но ты в любом случае бежишь в лагерь это же ты думаешь что амкаса может как-то помочь так можно можно я просто хочу он уже заинтригован и так во время вы видите как модорис превращается в свою привычную уже форму реакция на это становится то что разы убегают в сторону лагеря пинки достает молот начинает бить и начинает да присматриваться но она разворачивается от модористка и бьет деревьев просто это никак не помогает тушению пожара но она бьет но прикольно но прикольно она думает что она полезна это самое главное модорис у тебя две атаки получается есть все верно да я хочу сначала попасть ему в левое колено пожалуйста зачем я врагов добавлял на эту сеть это хит ты попадающему в аккурат в левое колено а ну убить я его вроде не должен как даже с двух выстрелов даже с двух окей тогда получается наносим дамаг получается так да покасательное прошло да да значит одно колено уже минус да да отлично второе пошло не попал не попал второе колено буквально перестрелка да 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 ну как перес ну да один кинул копье второй пули в ответ а он все еще в состоянии стоять на одной ноге на ветке или он все-таки он уже на земле был в этот момент он уже был на земле да то есть он он немножко подкастил но это не мешает его перемещением ни хрена себе он типа ну а он прыгает на ноги я напоминаю у нас тут у него расслаблено колено если у тебя прям план чтобы он упал плашмя то ранжовые атаки с недостатком по лежачим не в том плане что он уже стоял на земле в этот момент то есть когда ты начал по нему атаковать да это я просто на всех случаях говорю что типа если ты хочешь уронить уронить светки не получится его он уже на земле нет я его хочу ну я ну очевидно что я ему прострелил колено с тем чтобы он никогда не ушел по крайней мере достаточно быстро так это это хорошо да это я понял у меня была какая-то мысль что мадорис это типа какой-то закон удобный персонаж плодит может он как бы со злом борется в его представлении да да но по горячей местности движение будет и с дамагом и медленнее группа как он называется сложная местность ну я понял я понял короче в два раза меньше да труднопроходимая да вот сколько мне до него футов то тебе до него 30 футов а до горящей области собственно перед тобой ты на границе сейчас стоишь а я на границе да тебе нужно зайти и два хода проделать пройти два хода конечно много чего может произойти да окей я хочу стать на овервотч условия срабатывания овервотча малейшая попытка сдвинуться взмахнуть рукой что-то скастовать произнести любое действие реакция ну выстрел в пока еще целое колено да он пока стоит окей итак розе ты добегаешь до амкаса который и спокойненько в лагере сидит смотрит на птичка которые летают пишет книгу я у него выдергиваю вот так вот книгу даю ему оплеуху по голове этой книги и говорю тебе твое божество сказало что если ты придешь будет ничего но теска не сказала что будет если ты не придешь я прям ему пью по башке и говорю погнали помогать мне там сейчас убьют друг друга а вторая драка начнется я делаю на него снег атак книгой 50 домокрит он касса раздружен череп это книга была русско-китайский словарь и декарт спинки такие где машину прочитать но где мы ошиблись не у меня уже есть план его пишу пинки так я нахожу где-то в этом суждение одновременно логику и софистику покажу в итоге знаешь в живых только я я ей и декарт такие но тоже нужно подраться декарт что-то хотел какой-то план у тебя был я понимаю что это выглядит что это будет звучать неуважительно к тебе пинки но нам нужно погрузить вина тебе на спину чтобы ты убежал убежал отсюда и не принимать решение на горячую голову на горячую голову вина что если сделать так я одеваю свой шлем и пытаюсь его оттюнить пожалуйста сейф интеллекта пинки проиграла саму себе так бывает так бам 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 пам первая попытка неудачная ты получаешь удары еще два раза у тебя изда я смогу ради команды часть часть команду и часть шлема повинуюсь Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Второе, да. Ну как раз это добавляет. Критическая ситуация не получается. Из носа такая идет. Да-да. Давай, Пинки, ты сможешь. Я здесь с шлемом командовать. Там, где шлем, там это лицо. И третий раз у тебя не получается отсюнить шлем. Это был самый сильный удар. А, я еще урон сбил. Да, ты получаешь урон. И сейчас Квадори с вином помирится над бессознательным телем. Что мы наделали? Значит, поступаем по-твоему. Ну, какого из этих винок надо нести? Все в порядке. Ты помнишь, откуда мы прибежали? Примерно. Да. Ориентируйся. Все, ну, я хочу закинуть вино. И показывает вот так вот. Я вот так. Придумаю. Ну, я хочу закинуть вино на спину Пинки. Я не сопротивляюсь, но будет ли это считаться движением с моей стороны? Так. Ты забегаешь в зону огня, получается. Так. Латы, это уже очень такой разгоревшийся огонь. Латы прокалились. Сразу тебя обожгли. И ты добираешься до вина. И теперь, пожалуйста, силу. Блядь, пожалуйста. Неплохо. Это достойный бросок. Ты вкидываешь его, выбрасывая из зоны огня прямиком на подхватывающую пинке. Она немного так шатается, а у нее еще немного так звон в голове остался. Но она подхватывает вина и бросается в сторону лагеря. Голопом. Нет, смотри, я сначала что делаю. Так. Я понимаю, что все, он зафиксирован на мне. Я достаю из сумки термос и такая... И даю ему чашку. И начинаю... Я думал, ты прям в голову заливаешь из термоса. Я беру чашку, как вы, в сторону Мадуриуса так... И удаляюсь. Я думал, что его плескаешь в его сторону. Да нет, далековато так. Мадуриус, как-то... Не надо было кофе сушить от вонь. Мадуриус, в таком случае ты стреляешь, поскольку... Ну, было движение, поэтому... То есть, де юре было, да. Да, движение было. Это его двинули, поэтому, как бы, я тут на твое усмотрение. Ну, давай, давай, принимай ты решение. Это было движение... Если тебе надо стрелять, то можешь выстрелить. Будешь стрелять в голову дикаря. Но стрелять можно только в Вина, соответственно. Ну, естественно. Да, поэтому в кидаем касса тут такие, ну... Ну, ладно, ладно, давайте уж. А кидает ли он с дизадвентажем? Я не попал. Ну, вообще там уже прикрытие реакции. Нет, не попал. А, блин. Да и не надо. Я тогда... Выстрел просвистел мимо и попал в ствол дерева. Отлично. Тогда, если я что-то еще могу же сделать... У тебя потрачена реакция. У тебя сейчас есть два действия. И бонусное действие, получается. Тогда я, ну, не знаю, имеет смысл или не имеет. Трачу бонусное на рывок. По-моему, так можно. И, закинув винтовку за спину, на четырех лапах несусь в сторону лагеря Камкас. Камкаса? Камкаса. Камкаса тебе, пицца. У меня все еще есть план. Итак, соответственно... Мне кажется, рывок не может блоком проделать. Так, так, так. Ты пересекаешь все-таки местность с огнем в таком случае. Ну, что же делать? Получаешь немножко урона. Копейки, заживет. Подпалил себе шерсть. И... Получается, благодаря рывку, ты примерно... На расстоянии вытянутой лапы с пинки и вином, который у него на спине. И в это время вам навстречу выходит Розея с Самкаса. Так и быть, я пошел за Розеей. Да, я думаю, что ты все-таки... Розея тебя убедила, и вы вышли. Вот, вот, если бы было горе, это я сто процентов бы отказывался вообще без... Без этих, а вот... Ничего, в принципе... Лишь бы меня книгой не пили. Итак, Розея и Амкаса, вы видите, как на вас сначала выбегает пинки, ну, который на спине чуть-чуть подпаленный тлеющий вин с чашкой напитка. Я, короче, в следующий раз прибегаю и делаю Акира Терн такой. Да, дрифт такой. И следом за ней выбегает в форме волка Модорис. Я хочу Модорису подножку подставить, можно? Это, боюсь, не сработает, он в форме волка. Это достаточно... Я не представляю, как волку можно подставить подножку. Можно, но только один раз. Да. Ну, это, типа, нужно в тот момент, когда он будет пробегать над тобой, типа, в прыжке, ты должна прыгдаунцем, типа, сбить... Ну, сбить ему две ноги, ну, типа, ну, так... Я хочу просто броситься на него всем телом, можно мне на него просто броситься? Ну, я в целом вижу это как то, что вы остановились в этом моменте. Движение не продолжается. Все, он остановился следом за остановкой пинки. Хорошо, можно за мной почерпить. Он за Амкаса, да, он Амкаса увидел, остановился. Окей, хорошо, я хочу встать между всеми и сказать... Встать! Я вижу картинку вот так, как эта сцена, вот так она выглядит. Декар, ты потихоньку тоже возвращаешься из зоны огня. Итак, вы стоите все в кругу, собрались, значит... Подпаленный вин с превращенным Мадорисом. Да, я сполз со спины пинки и упираюсь вот так об дерево, лежа на земле. С простреленным коленом, напомню, да. Да. С одной функционирующей ногой, по сути, да. И все просто молча смотрят друг на друга пока так. Нет. Стенд-офф у нас происходит. Друзья! Волк сорвался с цепи, бешенство овладело им, он пытался меня убить. Я хочу десепшн. Я хочу инсайд или что-то. Как бы ты не врешь по этому. Так. Помогите мне. Ну как, он недоговаривает, он же не объясняет причину. Ну да. Не, я хочу спросить у Мадориса, почему... Так, погоди, ты хочешь десепшн, да, прокинуть? Да, ну я не знаю, вы либо можете как-то... Ну чтобы это тоже было как-то интересно, чтобы что-то мне какое-то надо... Ну я могу просто десепшн, но тогда... Давай десепшн. Учитывая, что я гипотетически предполагаю связь между Вином и Мадорисом, какая есть. Ты же видел. Ну да, ты же видел. Да, я видел. Просто десепшн или с дисадвантажем? Просто десепшн. Просто десепшн, да. Почему здесь с дисадвантажем? У тебя нога просто с адвантажем так-то. Вин очень убедительно... Капец, как поверить. Верю. Вот тут верю. Пока вы не... Ну, тут уже зависит от вас, хотите вы верить или нет, да, вы... Вин очень убедительно, максимально искренне рассказывает эту историю. Он, буквально, он... Ну, он же раненый, он раненый. Он раненый, опаленый. И такой говорит, про маникольдовью, Мадорис заевал. Да, не, мы пришли, как бы, мы видим горящий лес и Вина, который упал с дерева, Мадориса, который разбрасывает шипы и потом стреляет ему в ногу. Ну, формально, первым стрелял... В вашей картине первым стрелял Вин. Но мы увидели... Копьё Ролла Тим. В переиздании, в переиздании этой игры, там, возможно, Мадорис стреляет. Возможно. Нет, горящий лес, мы видели Мадориса, который что-то разбрасывает. Да. Потом копьё пролетело, да. Да, да. Ну, как бы, на дереве был Вин, поэтому, как бы, ну, я супер верю. Хорошо. Вин надо было перед Ролла Тимом. Я вообще... Ну, кто-то хочет проверить на ложь, попытаться. Я готов пиздиться с Мадорисом. Слушай, с учетом того, что я в прошлый раз им поверил, хотя я сушу с вами в Аллаху, я на всякий случай тоже хочу инсайд прокинуть. Давайте. Я просто не знаю, как мне нужно инсайд кидать, или как, или что. Ну, ты же, типа, и без инсайда подозреваешь. Ну, я просто подозреваю, я, как бы, подозреваю. Я тоже кину. Мне не поможет, но я кину. Может быть, он мастер лжет, что он может меня убедить в... Он для вас, Пинки и Розе, он для вас действительно очень искренен. Вы пытались как-то попытаться вот улечить его во лжи, где-то вот эмоцию эту подловить. Я вижу сомнения на ваших лицах. Вы что, не видите? У него нога прострелена. Окей, окей. Ну, короче, я говорю, Sims legit, потому что драка была, и урон нанесен. Я хочу спросить у Мадориса. Мадорис, почему ты пытался убить Вина? Подумайся, он же твой друг. Вопрос логичный. Вопрос логичный. Мне кажется, на этот вопрос может ответить как сам господин Вин, так и... Я думаю, какие-то подозрения могли быть у господина Амкаса. И давай хвостом не виляй, на вопрос отвечу. Прекрасно воспитываться. Светой отец. Ты что-то знаешь? Отец. О чем? Поделитесь с нами вашим знанием. Ты поэтому гостился из-за этого? Рассказывай давай. Рассказывай давай. Амкаса, ты же знаешь, что с ним что-то не так. Это при всех моих невероятных знаниях и умении во владении шести языками, я не знаю, что значит слово «гоститься». По дурака не коси мне тут. Это то, что не произошло с пожаром, в котором меня пытался убить Мадорис. Драбок Мин. Я еще знаешь, что ты представляешь, что у нас, короче, сам Касса, он реально... И не убить, а ты прощаешь? У него подвязанная-то банданка такая, с вабр в руках, он реально убирается в лагерь. В лагерь, в лесу. Да. Убирается в лесу. Так, знаю, что. Я много что-то знаю. Ну, про Вина, блин. Нет, но у нее Мадорис спросил конкретно, что я знаю про Вина. О! Что с ним что-то не так. Что он работает не только на нас. У него есть еще одна связь, которую он не афиширует. Он на нас работает? Мы платим ему зарплату? Ты понял, что я имею в виду? Все, что я знаю про Вина, исключительно, это необычная связь с его книгой. Но я думаю, что вы и так отлично все это все знаете. Deception, пожалуйста, Мкасса. Ну, все, что я знаю, брат. Нельзя, не нужно, что что-то действовать. Ну, это достаточно убедительно тоже, несмотря на то, что он так вот. Но вообще, он говорит искренне, как и... Короче, Ди, можно я попробую их запугать? Типа, я не буду ничего делать такого. Я могу. Короче, я вот что говорю. Ребят, давайте вы помиритесь, иначе я... Я опять достаю свой молд Армоны Клауэрс. Либо я сейчас вас тут уничтожу просто. И буду потом спрашивать с вас уже с того света. Intimidation. Одну неделю пропустили, и теперь все хотят убить друг друга. А можно мне на слова отца Мкасса инсайд кинуть, потому что я ни разу книгу не видел? Да, можно попробовать. Но Декарт забыл и хочет проверить. Отец говорит чистую правду. Как же он не врет, ребята. Это абсолютная истина. Это анализмей. Сколько мы путешествуем вместе, я все время подозревал, что Мкасса чем-то не хочет делиться с нами, но тут он говорит просто от всего сердца чистую правду. Я тоже не понял. Отец Мкасса и Вин максимально искренне с вами, ребята. Я ни на кого не работаю. Мадорис, рассказывай ты, давай. Хорошо, я работаю на Эры. Вы помните Верховного Судью? Я на самом деле его тайный агент. Можно еще раз Deception просто? Я очень хочу, чтобы выпала единица. Просто что-то... Оказывается, все это время господин Вин работал с Эрой. По крайней мере, вы в это... Он искренне это говорит вам и вы в это верите. Ну ладно, нет, если как бы хотят спросить с Мадориса, и он все разъяснил, то типа я... Вообще, я хотел такой полу-фейсбалл сделать. Не, ну я могу рассказать свою верстку. А если я скажу, что я есть Эра, а еще по совместительству балерина и кино Deception на двадцатку, все мне снова поверят? Нет, смотрите, как это работает. Это показатель искренности персонажа. То есть, насколько он искренне говорит. Дальше уже вопрос к вам. Да, я не стал как бы двойным агентом из-за этого броска. Да. Я просто очень убедительно об этом говорю. Правильнее сказать, что вы не знаете, правда, это или лошадь. Да. Да, то есть... И что, вам прокидывать инсайт опять, чтобы понять, насколько он нам дышит? Ну или вы можете просто поговорить с Мадорисом. Или можете просто поверить, да, как бы, аргументом, например. Я на каждой Deception буду кидать инсайд. Вдруг я двадцатку выкину? Так не работает. Вот она. Ну это крит. Ну это крит, понимаешь? Ты на Эре не работаешь. На моменте, когда... Извини, Мадорис, давай я завершу и дам тебе слово, и всех заткнем остальных. На моменте, когда ты сказал Эре, у тебя, не знаю, мышца где-то щеки дрогнула в этот момент, когда ты вот задумался над тем, какое имя произнести, на кого ты работаешь. Ты говоришь, Эре. И на этом Розе тебя подловила, и она четко знает, что... По крайней мере, Розе точно знает, что ты не работаешь на Эре. Это была ложь. Меня выдало, что я после этого сделал, как в том ТикТоке, Skyler White, йоу. Мадорис. Я работаю на Эре. Мадорис. Твоя, твоя версия. Сенечка в голове тыкает пальцем в ряду. Чт, пиздец. Все, ребята, давайте у нас Мадориса телега что-то будет. Да, окей, моя версия. Когда... По-моему, это было в Клачестере. Так. Что именно тебя интересует? Когда со мной во сне разговаривали. Да. Это еще был Клачестер. Это еще даже до похода в лес и в лабораторию, по-моему. Где-то в моменте вот начала этой арки. Да, да. Так вот, дорогие сопартийцы. Еще в начале нашего пути, когда мы ночевали в славном городе Клачестере и устроились на ночлег, во сне со мной вышла на связь некая сущность. Я не знаю, кто это был. Не совсем понимаю, что они от меня хотели, но от меня попросили добровольно дать образец моей крови. На что я отказался. Поскольку я уже проходил через некоторые манипуляции, связанные с моей кровью, и, прямо скажем, особого удовольствия мне это не принесло. И был еще один эпизод. Когда... Помните нашу битву с Василисками? Наше героическое сражение с ними. Мы их одолели и спасли Мадориса. Да, да. У меня все еще есть яйцо и голова. Где спасли Мадориса, да. Оно самое. Может быть, вы помните тот момент, когда господин Линн случайно задел меня оружием? Это не видели, да? Вы это видели, потому что... Это очень неловко получилось. Это был очень неловкий... Он буквально подошел, взял за руку и провел ножом по руке на глазах у всех. Вы это все видели. У меня есть основания полагать, что он сделал это не случайно. Вау. И относительно образца моей крови тогда связывались не только со мной. А что такого интересного в твоей крови, в крови... Просны какие-то рассказывают, что я там какие-то образцы брал. Мне как-то снялась баба с козой. Это знаете, что у меня будет баба с козой? Они мне хотели... Я вообще-то оборотень. Плюс я немножко отчасти искусственный оборотень. Поскольку я встал им не в результате укуса, а в результате обряда. Шерсть ненастоящая. Шерстяной получается. Эко! Эко-шерсть! Эко-шерба! И когда я стал замечать, что господин Вин устраивает сессии общительные с этой своей замечательной книгой, то количество имеющихся у меня вопросов превысило критическую массу, и я решил выяснить все же правду. А почему ты напал-то на него? И вместо того, чтобы поговорить, ты выстрелил ему в ногу? Уже мы живем в обществе, в котором нельзя читать книги. Как ты представляешь это поговорить? То есть я к нему подхожу и спрашиваю, Вин, дорогой, а ты случайно там никому мою кровь не сбываешь, нет? Я бы тебе честно ответил нет. Нафиг она мне сдалась? Вот, 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 видите, видите. Я поворачиваюсь... А, ну ладно, говори-говори. Кроме того, что Вин довольно хаотичная личность, которая позволяет себе часто совершенно случайное поведение, в большей степени в героических мотивах, из героических мотивов, но тебе... Герой. Которого мы заслужили. Это не кажется немного странным, что ты связал три события с очень большой паузой, при этом подозрения на случайном ранении от оружия Вина ты сразу же не опубликовал, хотя... Хотя мог бы, но после этого ты очень долго ждал и связал книгой. На каких основаниях? Как это вообще связано с... Ну, мне кажется, ты всегда можешь проверить, говоря, говорю ли я правду. Я как-то заделал... В общем, сейчас один момент. Я бы хотел, чтобы это совсем еще было, совсем так добавить перчинки, я начинаю так бы незаметно пятиться, отходить во время этого общения. Хорошо. Я поворачиваюсь к отцу Амкас и говорю, вот-вот, я как-то раз, когда мы отбивали притон, мне кажется, или в одном из подземелья, я затеял Амкаса своим оружием. Не знаете, что я собираюсь собрать его кровь и продавать? Он же умный. За умную кровь наверняка заплатят. И такой складываю руки, и, блядь, с умным видом стою. Кроме того, ну, я мог бы еще понять, если бы ты сопоставил эти факты в момент драки с Василийском. Но начнем с того, что сама драка с Василийском показывает довольно... добродушное отношение Вина к тебе, потому что в конечном итоге, в конце того, в той драке мы спасли тебе жизнь. И зачем человеку, который явно выступает на твоей стороне, строить какие-то козни против тебя? Да, зачем? Хороший вопрос, что-то подели. Говорю я с пяти метров расстояния, отойдя. Ты не останавливаешься? Ты все еще уходишь? Ну, да, так пять, чу-семь. А, кстати... Пинки. Короче, я говорю, кстати, про козни. И я в этот момент хочу поднять по цене одного-двух зомби, которых мы так тщетно закапывали до этого. я поднимаю их. А ведь один был так хорошо закопан. Ты хочешь поднять зомби? Да, конечно. Нет никаких помех к этому. Вот это как в фильмах, вот эта рука вот такая. Да, да, да. Они при этом еще успели поменяться обратно в гуманоидах, потому что это так работает. Естественно. Одна без кожи, но ничего страшного. Не страшно, да. Там непонятно уже. Я даю им в их мертвые руки два факела, которые валяются у нас, наверное, по лагерю наверняка. Конечно. И говорю им, идите в эпицентр и сделайте, будто это вы все подожгли. Хорошо. Угу. Ты отправляешь двух зомби, они благополучно сгорают в эпицентре, оставляя там свои кости, да, обугленные, и пока вы общаетесь, пожар разрастается, скажем, уже до сотни в диаметре и начинает подбираться к вашему лагерю. Я начинаю опять вместе с вином от огня, потому что я понимаю, что надо из-за этого это грозит. Откровенно говоря, мы уже много раз помогли друг другу, наверное, каждый из нас. Да, да, да. Мы лучшие друзья, кстати. Так много друг о друге знаем. Теперь, например, знаем, что Мадорис имеет привычку нападать на своих соратников ни с того ни с сего. Нет, ну мы услышали его подозрения, и... они, конечно, возможно... Вы так поверили этим роллам, то есть вы реально как бы вот останавливаетесь на этом. Окей, я помню. Нет, я вообще, честно говоря, вот out of game, я не понимаю, хули отец Амкаса играет за вина, я не понимаю, что он его кроет. Так они потом все в сговоре, типа знают. Да, в сговоре, да. А о чем у них сговор? Я не знаю, но у нас сейчас он начался внезапно. Я, честно говоря, думал, что... Сговор был уже как минимум эпизодов 10 у них идет, по-моему. Да, это я пропустила. Короче, смотри, прикол в том, что на самом-то деле Амкаса-то и летит, и он хочет съесть его мозг, а ему нужна только кровь. Они типа на этом много ловились. Я так думаю. Да, я вам пик. Да, мы с гремом договорились, чтобы у меня одного игрока этим осталось. Саранее. Ну, да, вы за счет. Да, ну да. Блин, ну а зачем все равно так кровь-то брать? Я понимаю, если бы он был мертв, типа делай, что хочешь. Чем же вых-то, типа, обижать? Типа, че ты? Ну, че ты, типа, ну, правда. Ну, зачем так делать? Тебе, конечно, не хватает магического образования. Ну, возможно, это и к лучшему. Все еще. Ну, это ж не та вселенная, где ты за магию крови его в круг там откажешься. Если мы не будем доверять друг другу, и мы поддадимся на такую дезмораль, то мы начинаем забывать, судя по всему, для чего наша компания вообще собралась. Мы до сих пор не знаем, из-за чего наш общий друг отдал свою жизнь в той лаборатории. это центральная нить, ради которой мы собрались. Если мы будем на ровном месте подозревать друг друга и бороться друг с другом, не откроем истину. ради бога, боже мой, я достаю вот так вот кинжал, стою и говорю, ну взял я кровь, и че с этого? Окей, это было, это было несложно. Я просто не знаю, ну камон, серьезно, типа, ладно, давайте так, хорошо. И зачем ты это сделала? единичка инсайта выпала, я напомню, я поэтому верю. и почему, зачем ты это сделал? Зачем ты кинжал достал? Ты будешь с нами со всеми сейчас драться? Нет. Я хочу взять всех у вас кровь. Я достаю кинжал, может быть, я твою кровь тогда возьму? Я достаю опять же молот и говорю, у кого надо кровь-то брать в итоге, я не понимаю. Ни у кого, ни у кого не надо брать кровь, все, достаточно крови сегодня пролилось. Короче, ребят, у нас сейчас эта кровь будет кипеть, тут огонь разрастается, в который эти двое вервольфов, кстати, начали, не мы, не в том случае. Поэтому я предлагаю вам ультиматум, подожди, я предлагаю вам ультиматум, смотри, Вин, ты обещаешь ни у кого больше не брать кровь, а ты, модерес, обещаешь стрелять людям по коленям. Давайте нам, генщиках, мириться и уходим отсюда. У нас есть возможность как-то потушить это все? Есть водоем какой-то, как-то начать предпринимать действия все это тушить. Ну, лесной пожар это не заебись, надо рисовать. 100 футов диаметром, как бы... Ну, удачи, туши. Да. Ладно, авто, что-то... Хорошо, я хочу отправиться искать способы тушить пожар. Тебе бы полечиться сначала было бы не худо, а то на одной ноге, по-моему, прыгать не особо прикольно. Я просто извиняюсь, в метагейме мы зашли в какую-то очень странную ситуацию. Ну, класс, не нравится. Я люблю хайтичную энергию. Нет, авто, типа, что-то... Мы не пришли к консенсусу. Я предложил ультиматум, Пинки предложил ультиматум, я не знаю, если на него пойдут, то вернемся. А это пока закроем, у нас слишком мало данных, потом, когда они умрут, я у них спрошу, в чем предпринимать. Пинки, пинки. Итак, господа, у вас есть несколько опций, соответственно, с вытащенными кинжалами Розея и Вин смотрят друг на друга и пытаются забрать у друг друга анализы крови. Модорис в форме волка все еще говорил вам чистую правду все это время. Ему имеет смысл верить. Вы это все понимаете. Декарт, несмотря на то, что Вин до этого говорил искренне абсолютно, ты понимаешь, что все-таки он тебя немножко обманывал, по крайней мере, отчасти. Да, мол, я чуточку. Да, чуточку. Ну и все остальные тоже, да, кто догадывался, начинают видеть, что Вин кое-что скрывает. на вашем фоне разгорается такое уже нешутейное пламя. Потушить его вы по-моему вы уже не в состоянии его потушить самостоятельно. если он откроет свою фантомную дверь, типа один выход в океане, а не а не а другую над лесом? ему нужно видеть место, куда он открывает дверь. Не, видеть не обязательно, но оно всего 500 футов, я не думаю, что там... Тебе не нужно видеть, да? Там нужно... в этом самом... Нет, я просто... А мы по Dimension 2 говорили? Да. А мне кажется, там просто телепортация, там не портал. Сейчас, подождите. Давай пересчитаю. Переносящая дверь. Вы телепортировали? Ну да. Ну да. Там предметы только согласно существу. Типа на 6 секунд. Даже если там есть портал какой-то идейный. И тогда надо сваливать просто. Давайте свалим. Белочки такие, ну ок. Безответственно оставим лес гореть. А что мы сделаем? У тебя есть вода? Ты можешь сотворить воду? Я не бред. Ты знаешь как сотворить воду? Ну осветить может быть я знаю, но я не слышал про жрецов, которые делают воду. А вот Shadow Heart умеет. что за шедуха? Подружка моя! Что это за подружки с таким? Подруга маминого сына. Может мы позовем ее тогда? Со злыми именами. Что это за подруга такая у тебя? Темное сердце. Теневое сердце. Она просто готесса, не обращай внимания. У нее было тяжелое детство. Познакомишь? Ну что? в шестером не справимся с лесным пожаром? Который только начался, не который... Так вопрос, чем нам его тушить? Типа, либо землей лопатами. не только... Все, идем тушить землей лопатами. Поехали. Мы идем тушить землей лопатами. Окей. Тобственно большинство согласилось тушить пожар землей лопатами. Насколько это возможно? Да, копали периметр, чтобы огонь дальше не распространялся. Мадори с видом заняли противоположные части, скажем так, чтобы друг с другом не пересекаться. Остальные контролируют этот процесс, чтобы вы тоже снова не сцепились. И худо-бедно потратив на это весь день, вы ограничили и остановили распространение пожара. Аплодисменты. Ну хорошо. Молодцы, молодцы. Мы получим опыт. 500 опыта можете себя записать. Я думаю, что 500 опыта вы заслужили. Я думала, можно больше. Драма. Драма квин. Ну что ж, вы окопали этот участок, вы потушили огонь, вы затушили все возможные тлеющие угли, чтобы огонь дальше не распространился. А шашлык пожарили? Шашлык пожарили, допустимо. Использовали угли, чтобы они не пропадали. Норух все это время прятался в лагере потихонечку, чтобы не было угрозы. солнце уже начало клониться к закату, вечереет. Вы усталые все в копоти, все пропавшие костром в грязи, в земле, которые закапывали. Утирая лоб, выходите на дорогу, чтобы вернуться в свой лагерь. И в этот момент на горизонте с противоположной части от города Маджутс, собственно, из дальней части области в направлении Маджутса на горизонте вы замечаете множество отблесков металла. Опять? Это эти роботы? Приглядевшись... Не со стороны Маджутса? Со стороны противоположной Маджутсу. Приглядевшись, Пинки разглядывает, что это некая самоходная колесница, на которой действительно присутствуют уже знакомые вам автоматоны. И кажется, там их весьма и весьма много. И они едут в направлении Маджутса. И это выглядит прям как армия. Это выглядит как один из взводов. Я могу поднять воздух с кардгарда и посмотреть его глазами сколько примерно. Примерно столько же сколько было точек на карте. Около 20 штук. 20-30 штук, да. Сверху посмотрел. Пока мы ругались, в районе дюжины. роботов. Ну смотрите, что я могу сказать. Роботы нам не нравятся. Но чуваки из Маджутса нам тоже не нравятся. Пойдем в клатч. Мне кажется, тут вообще никто никому не нравится. Если честно. Декарт поглядывает на Вина и Мадориса. Мне нравится Мкаса кладу ему. Да и на Розею я до сих пор по ночам вспоминаю, как она зарезала человека, как вы мост взорвали. Как вы мост починили. Починили мост. С Розеей, кто смотрел это вот Critical Roll, это Дориан Харт как его звали, этот изобретатель вот этот с лучницей, которая главная вот они вначале хейтили друг друга, а потом короче перестали хейтить. Это Enemies to Lovers. Да, да, да. Только я убеждена, что одетым касса асексуаля. Ну ладно. у нас ботаническая история. они там это как дружбаны тусят. Да, 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 окей. у меня предложение. Мы берем книгу, которую меня одолжил Вин, открываем перед роботами, чтобы их себе всосало. А зачем? Вот зачем? Какая книга, которую я одолжил? Я ничего не одолжил. Я тебе давал книгу, давал тебе книгу, которую открываешь и можешь кого-то призвать или будешь засосан. Я не думаю, что роботы кого-то захотят призвать, а засосет их. Почему-то нам не подождать, пока они разберутся друг с другом. Нам они не нравятся, они другие. Ну да, там же не только маги есть. Вспомнит милого продавца, вспомнит вахтерши, который ты выпивал. Вахтерша даст всем заберутся. Обожди, я как тайный агент верховного судьи, но нас же отправили на секретную миссию разобраться с этими, как раз таки, судя по всему, с вот этими автоматонами. Я смотрю скептически на него. Смотрите с каких это пор ты так лоялен этому мужику, который нас судил там и чуть это не наказал за все наши грехи. Ну, как вы могли заметить, дело сложилось подозрительным образом легко. Все потому, что из Маджица с самого начала был я, и кровь была передана в Маджицу, в банк крови, просто чтобы знать, что есть оборотень. Я могу дать ему просто подозрительный хороший? Да, ты можешь ему дать подозрительный хороший. Во время подозрительного я говорю, что никакие сделки ни с кем не были заключены. И типа мне будет подозрительный. да, да. И на этом моменте давайте от СМКСа я думаю мы будем потихоньку закругляться. Клиффхэнгер, Клиффхэнгер, хорошо. Просто я напомню, что центральная идея, для чего мы пришли в Маджуц до сих пор. Это развязать клубок тайн вокруг смерти Криса Белтека. И насколько я помню, все нас вело сюда. факт о надвигающем нападении в Маджуц для нас был рычагом, от которого мы могли бы разгадывать тайны дальше внутри Маджуц. У нас не было идеи пойти из лаборатории в Маджуц только для того, чтобы рассказать эту информацию. Это мы потом использовали как возможность как-то очистить наши имена в Маджуц. Но мы до сих пор не знаем. Никто нанял Криса Белтека сюда. Я нанял Криса Белтека. Эра нанял через меня. И еще раз. Я постараюсь это. И я советую нам объединиться ради общей цели в виде нашего общего погибшего друга. Как это? Ну, Ленин, типа. Мне тоже это лучше. Ради нашего общего друга трупа трупа друга. Боже, господи, это очень маленькая картинка, я все равно испугалась. Боже, я не хочу смотреть. Как тебя спрятать? Это Декарт внутри с каждой партии. С каждой сессии, да. А снаружи все равно это мистер инкредбул, который счастливый. как-то Трипи. Ой, спасибо, девочка гораздо лучше. Девочка. Единственное, мне бы как-то со стороны божества вспомнить бы, как именно связано Крис Белдек был, что мы знаем о нанимателе, о человеке, который нас вел в Маркутс. И человеке, который нас вел вначале как город между Маркутсом и Плач. Элеантр. Элеантр? У нас же в Элеантр вначале... Да. Я рассчитываю, что в конце компании просто выходит Крис Белдек как в каком-нибудь фильме. Да, да, именно так ты просто девочка сорвал. Не-не, он заходит он заходит к нам в этот в ангар и ест там чипсики и мы такие все Белдек, ты выжил? Я по Мете хочу сказать один момент. Как же Дэм все просчитал, потому что действительно как бы по божественному каналу закончилось ничем. Ну, Ну, конечно. Ну, кроме пожар мы локализовали, так что действительно ничем. Это были не мы. Это были не мы. В эпицентре есть кости двух оборотней волков, да. Ну, что, друзья, на этом моменте с юга надвигается армия автоматонов. На их пути вы. Я был бандал, бьёб. Возможно. Боже, я не слышала это, мне кажется, годами. И, соответственно, на этом моменте мы будем заканчивать. Окей. Нихуя суби, так сказать. Мне понравилось. Сегодня было максимум хаоса, и оно всё как-то очень удачно завернулось. Вообще кайф. веен сломался где-то в конце. субицы. Субицы.